страх смерти сегодня буду рассказывать про страх смерти как его пройти как это было у меня что происходило и как я прошел этот страх на каком-то моменте выхода вот это тревожно депрессивного состояния тебе уже в целом нормально что-то еще где-то дергает но уже в целом чувствуешь себя неплохо и у меня появился как бы появился страх появился страх но страх я не мог его найти страх чего я чувствовал что у меня страх поднялась немного тревожность вот внутри такое легкое напряжение но я вижу этот страх вижу страх и стал искать страх чего страх чего у меня появился я не мог его найти дело в том что мой мозг он стал как бы блокировать этот страх он мне его не показывал вот этот страх и состояние у тебя такое у тебя держится вот этот страх и он не двигается ни вверх ни вниз он у тебя как бы замер и стоит вот на определенном уровне вот этот уровень страха я ходил к своей сестре вот как у меня происходило пошел к сестре у меня был этот страх там у нее чай попили мне нужно было сходить там бумаги какие-то занести пили чай но ты все время я все время наблюдая наблюдаю за собой и что держится вот этот страх попил чая вернулся домой уже был вечер был уже вечер уже мои как бы легли спать но я понимал что я не засну потому что вот этот подъем тревожности и вот этот момент тебя держание вот этого страха он мне не даст уснуть я включил телевизор но ты в таком состоянии он у тебя стоит фона вот его как бы не смотришь просто для картинки он включен у меня держал держится этот страх продолжает держаться никуда не двигается ни вверх ни вниз и где-то примерно часа наверно два ночи а может быть вот уже приблизительно к трем ночи я незаметно как бы отключился то есть я состояние бодрствования ушел в состояние сна но я этого даже не заметил и что происходит со мной ночью ночью я у меня такая картинка мой сон вот как будто это происходит наяву у меня как будто сжимает грудь я зову свою жену ей кричу чтобы она вызвала скорую помощь потому что у меня инфаркт и что я сейчас умру вот этот диафильм моего сна был настолько яркий вот настолько яркий что мне казалось что это со мной происходит реально и в какой-то момент бах я вы щелкнулся со сна то есть я проснулся осмотрел свою комнату что я нахожусь а в комнате и и я понимаю что это сон сон но что интересно меня высший страх не убрал а вот он так и оставался на одном уровне уровне я проснулся вижу что это сон что это был сон ну и снова я заснул снова заснул на утро когда я проснулся я себя проанализировал заметил что этот страх немножко опустился но все равно он у меня остается остается а что произошло ночью сейчас я вам объясню что произошло со мной ночью ночью когда я заснул то есть это момент уже не контролирование получается ночное время это ты не можешь себя контролировать и у меня снялся в мозгу вот этот блок блок который блокировал и не показывал мой страх страх и мое сознание слилось под сознанием и мой мозг ночью провел меня через этот страх он мне его показал мой страх это был страх смерти который у меня уже сформировался в мозгу за многие годы нахождение меня в этом состоянии потому что это состояние все весь этот психосоматика нервоз панические атаки все эти веревочки ведут к одному страху это страху смерти и вот за многие годы он сформировался и там укрепился и вот меня ночью мозг проводит проводит показывает мне мой страх утром проснувшись я проанализировал он немножко упал немножко упал но все равно я вижу что я страх во мне сохраняется и он меня все равно держит дальше держит дальше так я стал думать как мне пройти вот этот очередной этап который я встречаю на своем пути я пишу своему психологу и она мне присылает такой ответ то есть вот такой коротенький рассказ что что бы есть такие в россии в украине казаки казаки казачество это люди которые всю свою жизнь посвящают боевым искусством то есть это такой как бы древний спецназ и вот они они регулярно участвовали в войнах боях и когда они возвращались похода то не которых из них какое-то количество которых не выдерживала психика их закапывали в землю их закапывали в землю а для чего это делали для чего это делали я начал понимать я знал как устроен мозг я знал что визуализация и реальность для мозга это одинаково то что я себе представляю как бы проживаю когда ты в ситуации то для него это то же самое что происходит в реальности в я вот в реальности и я понял что меня никто не закопает что меня никто не закопает а значит я могу только сделать одну вещь это пройти свой страх визуализации погрузиться в эту ситуацию но смотрите как нужно делать когда погружайся в ситуацию то ты 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 не участник ситуации а ты как бы издали наблюдаешь за тем что происходит то есть ты наблюдатель ты наблюдаешь за теми действиями которые происходят вдали тебя и я стал погружаться я стал погружаться в визуализацию я находился в спальне а моя картинка мое видение ситуации было в зале то есть я из спальни со спальни наблюдаю за этим процессом в зале и что я стал наблюдать стал наблюдать вот это когда человек завершает свою жизнь вот этот домик куда его ложат и я начинаю это визуализировать я это вижу вижу стоит моя семья вокруг вот этого вот этого конца жизни но я не вижу себя внутри как бы а я осознаю я понимаю что в этом я там я там но мозг ты все равно есть страх у тебя бьется сердечко как бы у тебя мандраж бьется сердечко и картинка смытая мозг как бы все равно пытается защититься от от этого видения и он вот идет такое ретушь как бы смытая картинка но ты видишь вот это происходящее примерно на погружение я был где-то ну может минуту-две я визуализирую эту ситуацию визуализирую эту ситуацию и все выхожу с нее то есть открываю глаза возвращаюсь анализирую себя я заметил что мой страх мой страх еще понизился еще понизился процентов на 30 и я дальше понимаю что мне нужно дожать ситуацию через какое-то время там час-два я снова делаю погружение снова делаю погружение снова это визуализирую снова выхожу вот так я сделал в течение дня три раза на третий раз когда я погрузился и вышел с этой ситуации то я увидел все что мой страх меня отпустил он исчез а что произошло мой мозг я мозгу показал что то чего я боюсь она уже произошло все то есть меня уже нету и он это видит он это видит и воспринимает как момент свершившийся а значит если это произошло то и бояться нечего уже все ты как бы умер все тебя нету а значит все ты освобождаясь от этого страха вот что я вам сегодня хотел рассказать как я прошел страх смерти как я это сделал вот спасибо за внимание спасибо что смотрите мой канал я думаю многим помогу все до свидания